ТОЛСТЕННЫЙ ДОКУМЕНТ О Генерале, Адмирале и всяком аншете командующих, о платье матросского, о бережении матча, о ботсмане, о сушении парусов, о хранении лекарей и канатов, о книгах, картах морских. На годы и века морской устав Петра I будет Библией, Конституцией, моральным и даже уголовным кодексом русских моряков, русского флота. Сегодня, через 300 с лишним лет, на флоте действуют другие законы и другие уставы, но между их строк нет-нет, да и мелькнут слова и мысли старого морского устава, главного документа любимого детища Петра. ТОЛСТЕННЫЙ ДОКУМЕНТ Энциклопедия российского флота Рассказать всю историю русского флота, как выпить океан, она огромна, но в этой истории есть события и имена, мимо которых пройти ни в коем случае невозможно. Энциклопедия российского флота О Петре Великом Главный памятник ему стоит на главной улице Петербурга, то есть на Неве. На этой улице Петр поставил крепость, свой дом, академию наук, музей и гигантскую верфь Адмиралтейства. Рядом с ним он и сам стоит сейчас в Бронте. Датский посол сказал, что Ваше Величество открыло окно в Европу. Он действительно открыл окно в Европу по Балтике с помощью им же созданного флота. Однако некоторые знатоки считают, что жизнь Петра и значит всей России могла пойти по совсем другому сценарию. Дело в том, что с самого раннего детства Петр смертельно боялся воды. И вот когда Петр в трехлетнем возрасте однажды на руках у матушки Натальи Кирилловны ехал в карете, спал, проснулся от того, что мать истошно кричит от ужаса, карета накренилась и в ней плещется вода. Ребенок страшно испугался, у него начались судороги, которые, как можно предположить, именно эти судороги не оставили его до конца жизни и, вероятно, сильно повлияли на психику. То есть какая-то речка маленькая разлилась в половодье, или, может быть, после дождей, мы не знаем об этом. После этого на протяжении 11 лет Петр страшно боялся воды. Так говорят современники. Мальчика только к 14 годам отучили бояться воды. А в 16 он нашел случайно старую английскую лодку бот. И друг голландец Тиммерман показал, как на ней можно ходить под парусом против ветра галсами, чего в России не умели. Это мне паче удивительное зело Люба стало, говорит Петр, и ходит на боте теперь каждый день. Он заболел морем. А старинный бот стал первым экспонатом военно-морского музея и дедушкой русского флота. Без моря нам не прожить. Нет, без моря нам никак. Да, море необходимо. Лес у кого? У нас. Пшеница у кого? У нас. Без моря не вывезешь в Европу лес и пшеницу. Не будет экспорта, не будет валюты. И драться научимся, и работать научимся. Поймем голландцев, англичан, заводить у нас искусство и науки. Своих чертей заставлю ерша хвостов вперед глотать. Это и есть реформа Петра. Русский человек, ему ведь только изловчиться. Англичане и голландцы нужны царю не для искусств. Он уже отлично знает, что они лучшие в мире кораблестроители и мореходы. Минхерц, неужто все это у нас будет? Будет. Будет, будет. Петр говорит все это в 1700 году. Он уже был в Англии, в Голландии, все видел и понял. И война со шведами – это война за море, то есть мировую торговлю без посредников. Как сегодня прокладка газопровода по дну Балтики, напрямую в Европу. Для войны нужен флот не слабее шведского. Но кто такой построит? Да сами. Не сразу, но научимся строить сами, говорит Петр и создает русскую судостроительную школу. Вот первый военный корабль мирового класса, построенный русскими руками и по русскому проекту Скляева и Михайлова. Михайлов – это он сам, Петр I, генеральный конструктор. Название корабля символичное. Готто предестинация. Божье предвидение по латыни. Его любимый наряд – это не камзол с золотым шитьем, а калет из лосиной кожи, прочная рабочая одежда. Он знает 16 ремесел, и токарный станок далеко не все. Он знает даже стоматологию, зубы может драть. И уж, конечно, корабельную архитектуру. Вот эту модель он делает сам, и эту модель тоже делает своими руками. В Европе больше не было таких государей. Малыша Абдурахманку Петр экзаменует по чертежу английского манира. На его новой адмиралтейской верфи английская школа главенствует, но постепенно превращается в русскую. За 20 лет Петр сделает адмиралтейство крупнейшей верфью Европы – 5000 рабочих, 16 стапелей. В последний год Шведской войны у него в море будут 28 русских больших военных кораблей. На суше Петр, воевавший почти всю свою взрослую жизнь, мог быть по тем или иным поводам подвержен критике, действительно, трусоват. Но стоит ему ступить на борт корабля, хоть бы и крошечного ялика, он проявлял фантастическое бесстрашие, мужество, презирал, такой бы то ни была опасность. И спать предпочитал на судне, хоть бы и перед фасадом своего зимнего дворца на Неве. Если не мог по тем или иным делам ходить по воде под парусом, то часами сидел и смотрел на воду. Таких сведений очень много. Добавим лишь, что Петр и воевал на море великолепно и геройски. Гангут – его первая большая победа. Смотрите через полчаса. Никого не иметь за доброго матроса, ежели не был в море 5 лет. И не 20 лет от роду, а Мичман ранее 7 лет. Разве какой чрезвычайный случай будет? Устав морский Петра Великого. Энциклопедия Российского флота. О тельняшке. Тельняшка – форменное белье матросов и курсантов. Происходит от нательной рубахи. Тельняшка существовала на флоте всегда, отнюдь ей всего 140 лет. 1867 год. В Кронштадт из-за гранпохода возвращается фрегат генерал-адмирал. Его встречает лично морской министр. Великий князь Константин Николаевич, который видит на матросах полосатые фуфайки. Не по форме, зато красивые, теплые. Откуда? Купили на острове Мальта. Так, Великий князь – человек эстетический. И немедля приступает к проекту о введении тельняшки на всем российском флоте. Однако нет денег. Импортные дорогие, а свои шить еще дороже. И только через 7 лет. 1 января 1875 года. Вот дата рождения русской тельняшки. В этот день ее впервые надели все матросы. Тот тельник отличался от нынешнего дизайном. Белая полоса в 4 раза шире синий. А потом революция. Лишение, голод, дефицит. В том числе дефицит синей краски. Поэтому первые тельняшки рабочей крестьянского Красного флота были белыми. Уникальное фото. На этом краснофлотцы – советский тельник без полос. На остальных – старорежимные. Сегодня тельняшки носят все. ОМОН, десантура, погранцы. Но самые настоящие, конечно, только у моряков. Федорцов Андрей Альбертович. Артист театра и кино. Заслуженный мент Российской Федерации. С 1983 по 1986 годы учился на матроса-моториста. Когда швартовка, судно огромное. И все, кто даже спит, должны на швартовке находиться. Потому что, особенно когда лед и все-таки махина, мы все должны быть... Ну, там есть лебедки такие есть. Ну, то есть все должны быть на... И я помню, я где-то минуту стою, не знаю, чего делать. И потом ко мне подходит один из матросов, старший, и говорит, если ты еще раз минуту постоишь, ничего не поделаешь, мы с тебя сделаем веревку. Это берется... Знаете, там в море на веревку одевается одежда и бросается за борт. И где-то там полдня она болтается сзади. И таким образом стирается. И вот я помню, для меня школа такая была сразу. Вот еще раз постоишь, мы тебе веревку с тебя сделаем. То есть тебя завязывают это и бросят за борт. Я не знаю, это была шутка, не шутка, но я сразу так... Я никогда не стоял без дела после этого. Пароль и лозунг имеет не всякому отдан быть, кому не надлежит. А особливо, если он незнаком есть. И так и на него надеяться не можно. Устав Морский и Травини. Самый молодой командующий самым молодым флотом страны. Любимец вождя и Мушкина звезды. О причинах его смерти никто никогда не рассказывал. Официальная версия – сердечный приступ. На самом деле – лучевая болезнь. При учебном взрыве около Новой Земли это было. И там погибло очень много народу. В октябре этот был взрыв, а в феврале Арсений завалил. И 17 мая его не стало. Адмирал Арсений Головко. Смотрите во второй серии. Энциклопедия российского флота. Энциклопедия российского флота. О ленинском комсомоле. Атомный флот Советского Союза начался этим документом. С грифом «Особая папка». Совершенно секретно. Совет министров постановляет. Первое. Организовать научно-исследовательские работы по созданию объекта 627. Второе. Представить тактико-техническое задание, исходя из глубины погружения 200-300 метров. Речь шла об абсолютно невиданной подводной лодке. Способной не всплывать по два месяца, очень глубоко погружаться и быстрой. 9 сентября был Сталином подписан приказ. В это время Анатолий Петрович находился в больнице. И вот к нему в больницу пришел Курчатов. Там ему все рассказал. И тогда же был Анатолий Петрович назначен научным руководителем всего этого дела. Доктор наук Петр Александров и сегодня живет в доме, где жил его отец, выдающийся ученый, президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров. Именно он первым предложил строить атомную подлодку. В строительстве участвовали 35 КБ и 80 заводов. Большинство участников не подозревали о своей причастности к уникальному проекту. Американцы нас опередили в создании первой атомной подводной лодки. Уже в 1954 году Наутилус при огромном скоплении народа торжественно спущен на воду. У создателей К-3 не было никаких сведений об этой лодке. Они шли своим путем. Главный конструктор Владимир Перегудов придумывает необычную форму корпуса. Проект 627 получает шифр «КИТ». Лодка, похожая на кита, может не всплывая находиться под водой 2 месяца и двигаться с огромной скоростью 30 узлов. Это более 55 км в час. В 2 раза быстрее дизельных лодок и на треть американского атомного Наутилуса. Странная форма объясняется генеральной идеей. В носу по первоначальному замыслу должна была находиться одна гигантская торпеда с ядерной боеголовкой. Это было предложение Сахарова. Лодка должна была подойти на какое-то достаточно близкое расстояние от побережья. Американское? Ну, известно кого, да. И там все это дело под водой взорвать, вот эту торпеду. Должна была пойти гигантская волна, сильно радиоактивная, затопить все побережье. И радиоактивностью на несколько сот километров все это дело... Вот. Но Анатолий Петрович, он сразу выступал против этого, что, говорит, ну, я понимаю, когда речь идет о том, чтобы разбомбить военные базы, а просто угробить все население. Ну, в общем, ему это сильно не понравилось. То есть морякам, когда зашла речь о вооружении, они тоже посчитали, что это по, ну, разным причинам. И по чисто военным, и вот таким вот гуманитарным. Ну, в общем, им это не подходит. Центральный пост. Отсюда командир корабля и его ближайшие помощники управляют всеми действиями подводной лодки и ее оружием. В итоге на К-3 поставили 8 обычных торпедных аппаратов. Но форма корпуса осталась той же и определила форму большинства атомных подводных лодок на будущее. Сверху торопили конструкторов необычайно, зная, что мы отстаем от американцев на целых 4 года. Лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов, тогда был младшим научным сотрудником без степени в институте ИОФЭ и тоже работал на лодку. Раздался телефонный звонок. Звонил Дмитрий Федорович Устинов, который в то время был первый заместитель председателя Совета Министров СССР и председателя военно-промышленной комиссии. Я взял трубку, он сказал мне, что Жорес Иванович, понимаете, у меня очень большая просьба, нужно все сделать на две недели раньше. Я перевез, значит, одеяло, подушку, положил, и этот месяц я, значит, не уходил из лаборатории, и сотрудников заставил работать, ну, там, посменно. Но я работал с 6 утра до 12 ночи, спал, а потом, и мы все сделали. В день спуска подводной лодки на воду погода испортилась, пошел дождь, поднялся сильный ветер. Но это не остановило кораблестроителей. До начала спуска остаются считанные секунды. Сейчас спусковые теряжки удерживаются лишь специальными упорами. Последовала команда, тросы спусковых лебедок натянулись, упоры освобождены, и корабль, весящий более трех тысяч тонн, начал плавно спускаться к воде. В специальном фильме для служебного пользования диктор рапортует о деталях памятного дня. 9 августа 1957 года. Хотя процесс абсолютно секретный, чуть ли не весь Северодвинск вышел посмотреть на спуск подводной лодки. Охрана с трудом отгоняла любопытных. Рубка лодки замаскирована, брезент скрывал ее необычные обводы, но по ним каждый понимающий мог догадаться, что это новейший проект. Однако секретный фильм не сообщает вот чего. В самый момент спуска сильным порывом ветра сорвало брезент. Секретность секретностью, а погода погодой. Но останавливать спуск К-3 никто не стал. Вот уже колеса спусковых тележек начинают уходить под воду. Коснулся воды вертикальный руль подводной лодки. Началось погружение корпуса. На среднюю и носовую часть еще не оторвались от тележек. Подается команда, продуть цистерны. Спуск опытной атомной подводной лодки на воду закончен. Мировой паритет был восстановлен. У нас тоже была атомная подводная лодка. Самый первый флаг с нее подарили главному родителю, академику Александрову. Пустили первый раз реактор внутри лодки. И вдруг начались очень сильные удары внутри лодки. И никто не мог понять, в чем дело. Ну, значит, стали изучать. И к Анатолию Петровичу подходит то один адмирал, то там кто-то из правительства. И спрашивают, в чем дело. В конце концов, подошел Устинов и спрашивает, чем я могу вам помочь. Он говорит, выгоните этих всех к чертовой матери. Вот. Выгнали всех. Они через полчаса разобрались. Была довольно простая вещь. Очень сильный гидравлический удар от того, что, ну, там воду запускали в контур. Ну, слишком медленно. Надо было быстро, чтобы она, как бы, сразу вся начала работать. Лодку доводили до ума. Улучшали прямо на ходу. Исправляли недоделки, неизбежные при спешном строительстве столь нового объекта. В общем, учились строить атомный флот. Лодка легко развивает заданную скорость в надводном положении. В рубеж 60-х годов. Разгар холодной войны. Вот-вот берлинский кризис. Карибский кризис. Американская подлодка «Наутилус» уже побывала на Северном полюсе, откуда очень удобно, в случае чего, нанести удар по Советскому Союзу. В 1962 году советское правительство и командование ВМФ предпринимают ответный шаг и отправляют на Северный полюс Ка-3. К этому времени лодка порядком потрепана, ведь на ней отрабатывались предельные режимы всех устройств. Текли парогенераторы, распространяя радиоактивный газ, и первый экипаж корабля получил огромную дозу радиации. Лодку чинили изо всех сил, но к началу похода три парогенератора были неисправны. Однако главком флота Сергей Горшков докладывает наверху готовности. Лодка должна завершить поход к важной дате, к запланированному приезду Хрущева на Северный флот. Знали, что вероятность вернуться мать. Михаил Михайлович Будаев, флагманский механик, он Горшкову сказал, что это преступление отправлять лодку в таком состоянии под полюс. Горшков, человек очень твердый, сказал ему, вот ты и пойдешь вместе с ними, чтобы ничего не случилось. 17 июля 1962 года. Командир Лев Жильцов объявляет по трансляции. Товарищи, мы сейчас подходим к точке земного шара, где все пути ведут на юг. Пошел отсчет. 10, 9, 8. Трансляция включена на весь корабль. Ноль. По всей лодке раздается громовое ура. На следующий день К-3 с тремя вышедшими из строя парогенераторами поднялась на поверхность на Северном полюсе. Свободным от вахты разрешили глотнуть свежего воздуха и сфотографироваться на память. Вот командир турбидного отсека. У него отчетливо виден фингал под глазом. Точнее не фингал, а ожог. Дело в том, что везде прежде описывалось во многих предыдущих публикациях, как вышел из строя главный циркуляционный насос, как там героически мы его восстановили. Это правда. Это все правда. Это в моем отсеке было. Ну и, конечно, почти вся команда обоживалась. И я тоже участвовал в этой работе. Мне обожило и шею, и руки, и на лицо попало сюда. Потому что пара не видно. Струйка пара только стяганет, и сразу кожу над долой. Вот такая вот. И отсюда и фингал под глазом. Но все обошлось. По возвращении на базу в Гремихе лодки дают имя «Ленинский комсомол». Хрущев награждает всех участников похода. Генсек обещает в честь экипажа устроить парад на Красной площади. Но обещание так и не выполнит. Прошло 50 лет. К-3 давно исключена из состава флота и до сих пор ждет своей участи. Ветераны все еще надеются, что лодку не разрежут на лом, а создадут музей. Руководитель первого атомного проекта, академик Александров, прожил долгую жизнь. Он умер в 1994 году. Он говорил, чтобы его похоронили под флагом лодки «Ленинский комсомол», который был ему подарен, флаг. А я был в штатах, в командировке. Я знал, что он болен, но я не знал, что настолько. Я купил очень красивую бутыль виски, здоровую очень, так, на подставке наливать ее хорошо. И такую флотскую американскую фуражечку. И вез я, потому что я приеду в Москву, и будет его день рождения. А я приехал в Москву и узнал, что Анатолий Петрович умер. И мы его хоронили. Были на похоронах все старые члены политбюро, кроме Горбачева и Ельцина. И не было ни одного члена правительства Российской Федерации. И на Митином кладбище взвод морячков дал салют. И лежал он в гробу, накрытый военно-морским флагом лодки «Ленинский комсомол». Далее в программе. Тяжелее потерь не было. Август 41-го – Таллинский переход. Сколько граммов чарки – самая приятная традиция. Человек, для которого специально придумали звание – Адмирал Кузнецов. Энциклопедия Российского флота. О спасе на водах. Сегодня здесь, около Адмиралтейских верфей в Петербурге, стоит маленькая часовня. Она появилась уже в 21 веке. И мало кто из современных жителей знает, почему она появилась здесь. Когда-то здесь стояла другая церковь. Про которую знал каждый петербуржец. И каждый русский моряк. 1905 год. Русско-японская война. Маленькая Япония преподносит России страшный урок. Страна в шоке. На Дальнем Востоке уничтожен почти весь русский флот. Только в одном цусимском сражении погибли 5000 русских моряков. Общей могилой для них стало Японское море. Тогда в память о них в Петербурге построили храм на собранные по подписке деньги. 31 июля 1911 года Николай II присутствует сам на молебне по случаю открытия храма Рождества Христова. Эту церковь народ сразу же очень точно назовет спас на водах. Внутри мозаика спаситель шествует по воде Акипосуху. И бронзовые доски, на которых имена 12 тысяч погибших русских моряков. Это общий им памятник. А потом пришла большевистская революция. И у церкви, да еще памятника проклятой царской армии, стало мало шансов выжить. Спас на водах закрыли. Бронзовые доски с именами погибших моряков переплавили на металл. А в 1932 году церковь просто взорвали. Поглазеть на взрыв приехало все городское начальство. На месте храма осталась куча камня. Но через день по городу пошел слух, что Господь не позволил безбожникам уничтожить память о русских матросах бесследно. И лик его продолжает смотреть на тех, кто приходит к храму. Самое удивительное, что это была правда. В водах канала, вот в этом месте, лежал лик Христа изображением вверх. То есть через неглубокий слой воды он был хорошо виден. Неразрушенный взрывом. Это был обломок мозаики, который взрыв вырвал и бросил на дно канала с 20-метровой почти высоты. И второе чудо. На лике, пережившем жуткий взрыв, не было ни единой царапины. Сегодня этот спасенный лик взирает на русских моряков в зале Военно-морской академии имени Кузнецова. А люди задаются вопросом, будет ли восстановлен сам спас на водах. Памятник трагедии 100-летней давности. В Японии наши противники по той войне установили стелу с именами всех русских моряков, погибших при Сусиме. Но от Сусиме смотрите в четвертой серии энциклопедии флота. Илья Логутенко, лидер группы «Мумий-тролль», младший сержант Тихоокеанского флота, оператор радиолокационной станции на пустынном островке. Для горячей воды у нас была баня. Баня, которая, как только мы заступили службу, она сгорела. И вот, пришлось строить, решили, что будем строить баню сами. И как строить баню сами, когда вокруг недосточки, ничего, в принципе, не было. Все стройматериалы на остров заводить, кроме маленького кустарника, там, в принципе, ничего не росло. Выход пришел. Баню сделали из вертолетных покрытий. Знаете, такие железные, огромные вертолетные покрытия, которые служили островым. Я думаю, что это чудеса архитектуры. Баня из железа. Баня из железных стальных листов, которые... Баня из железных листов. Да, конечно, потом два года. Я, кстати, несколько лет назад с ребятами тоже был на Дальнем Востоке. И на яхте мы смогли дойти до этого острова. Просто посмотреть, что же там происходит. К сожалению, конечно, все, частью уже и нет ее. Остался остров там. И, конечно, вот эта печальная красная звезда как-то еще уцелела на фоне нее сфотографировались. А баня стоит. То есть часть расформирована, ничего нет. Больше нам уже ничего не грозит на дальних рубежах, как говорится. Но баня железная стоит. Всякий офицер во время бою, который оставит свой корабль, будет казнен смертью Якоби Глебц-Сбоева. Устав Морский и Травиник. Энциклопедия российского флота. О Таллинском переходе. На Таллинском рейде корабли Краснознаменного Балтийского флота. Население Таллина приветливо встретило краснофлотцев. 1939 год. Город Таллин. Именно здесь находится военная база Балтийского флота. И отсюда в июле и первой половине августа 1941 года в Ленинград будут вывозить продовольствие, оружие и боеприпасы. Во второй половине августа немецкие войска окружают Таллин. Нужно срочно эвакуировать флот. Дорога одна. На Кронштадт. Это уникальные кадры Таллинского перехода. Чудом уцелевшие метры кинопленки. Почти все операторы, шедшие вместе с караваном судов, погибли. Долгое время Таллинский переход считался, если не победой, то крупным успехом. При том, что большая часть кораблей Балтийского флота до Кронштадта не дошла. Погибли тысячи, тысячи людей, которые эвакуировались из города Таллин. Герман Орлов, народный артист России, во время войны служил юнгой в театре краснознаменного Балтийского флота. 28 августа 1941 года корабли покидают Таллинский порт и берут курс на Кронштадт. Вместе с моряками из Талина эвакуируется гражданское население. До сих пор, в общем, я, так сказать, все это переживаю. Дело все в том, что во время Таллинского перехода из Таллина в Кронштадт, из состава театра, из коллектива театра погибла одна треть артистов военных. Среди них были и женщины. Но это легендарный Таллинский переход, о нем многие знают, но многие и не знают. Флоту предстояло пройти 170 миль. Оба берега Финского залива уже заняты немцами. Залив заминирован. В Шхерах скрываются немецкие подводные лодки и торпедные катера. Немецкие самолеты ведут прицельный обстрел кораблей. А советская истребительная авиация уже перебазирована под Ленинград. Наши корабли остались без прикрытия с воздуха. Советское командование выбрало в Финском заливе только один фарватер. Центральный, самый глубокий. Гигант крейсер Киров, главный корабль Балтфлота, не мог пройти по фарватеру, имеющему меньшую глубину. Вот он, флагман Балтики. Первенец советского крейсера строения. Лучший для того времени легкий крейсер. Вошел в состав Балтфлота в сентябре 1938 года. Мощность механизмов вдвое больше мощности Волковской ГЭС. Вся операция состояла в защите Кирова, потеря которого грозила адмиралу Трибуцу, командующему Балтийским флотом, трибуналом. На прикрытие корабля были брошены и без того малочисленные тральщики и эсминцы. На Кирове находились военный совет Балтфлота и правительство Эстонии. Мы шли за тральщиками, наш корабль. Потом шел Киров, на котором был в село Вишневский, писал там свои дневники. Там было, конечно, командование флотом, трибунца, члены военного совета Смирнов. В общем, все, командование было. И там везли золотой фонд Эстонии, естественно. В общем, охраняли эсминцы по бокам. Александра Дельвин. В августе 1941-го она, актриса театра КБФ, находилась в Таллине. Александра Дельвин ждала ребенка и эвакуировалась из Талина вместе с театром. И я вышла на палубу подышать, потому что мы все валялись, в общем, там на полу, на корабле. Все набито было эстонцами. Так что нам выделили где-то в кают-компании на полу место. И мы все вот там в лежку лежали. И мне тяжело было. Я вышла подышать воздухом. Вот я увидела эту картину, когда это Яков Свердл. Я видела, как торпеда идет. И Свердлов приняло на себя этот удар, защищая Кирова. Этого никогда не рассказать. То, что было. Плавающие люди. Некоторых мы даже могли спасти. Протянули какие-то канаты наши актеры. Крейсер был в охранении. В охранении, значит, этих торпедных катеров, подводных лодок, миноносцев. Справа миноносец был Яков Свердлов. Александр Николаевич Калишкин. Комендор 100-мм орудия крейсера Киров. Участник Таллинского перехода. И первым заметил, понимаете, этот командир, вот, этого, миноносца Яков Свердлов. И он принял решение принять торпеды на себя. Поставил, как говорится, борт своего миноносца. Вот. Тем самым он крейсер спас. А крейсер было во что бы ни стало, чтобы он дошел до Кронштадта. Народному комиссару военно-морского флота СССР, адмиралу Кузнецову, капитана 1-го ранга Спиридонова, рапорт. Этот документ рассекречен совсем недавно. Командир эсминца Яков Свердлов докладывает об обстоятельствах гибели своего корабля. Прижавшись к Кирову и обнаружив след торпеды, я понял, что больше сделать ничего не могу, как только пожертвовать миноносцам. Я уселся в кресло и стал ждать взрыва. Корабль разломился надвое и через 5 минут после взрыва затонул. Шедшим рядом торпедным катерам удалось подобрать только несколько десятков человек. 29 августа 1941 года в 16 часов 30 минут корабли Балтийского флота бросили якорь на Кронштадтском рейде. Их встречали нарком Кузнецов и Жданов. Главный партийный руководитель Ленинграда. Как известно нам стало, из 300 пампилов разного назначения кораблей дошло до Кронштадта примерно половина. Переход длился двое суток. Ни до, ни после. Советский флот не терял такого количества кораблей и личного состава в одной операции. Две подводные лодки, пять эскадренных миноносцев, три сторожевых корабля, две канонерские лодки, семь боевых катеров, восемь тральщиков, 51 транспорт и вспомогательное судно. И больше 20 тысяч человек. Крейсер Киров всю блокаду простоит в Ленинграде. Будет часто менять место стоянки. Немецкая авиация прицельно бомбила крейсер. А вот уникальная фотография. На палубе Кирова готовят еду для команды. Не на камбузе, а именно на палубе, в полевой кухне. Экономят мазут. У крейсерей Киров смотрите во второй серии энциклопедии российского флота. Энциклопедия российского флота. О чарке. Чарка хлебного вина. Главная радость русского матроса. Подсмотрена Петром в Англии, где матросам давали ром. Пить, пить надо! Русский водка! Каждому человеку на месяц, в котором почитается 28 дней, пиво 7 ведер, вина 16 чарок. Устав Морский и Травили. Вот они, сосуды флотской радости. Яндова для хлебного вина и сами чарки. Изготовлял, между прочим, ижорский завод наравне с пушками. Чарка, или два шкалика, или одна десятая штофа, или 123 грамма, уставная порция перед обедом. По праздникам двойная норма. На Петровских галерах свято верили, что это лучшее лекарство и допинг. И говорили, по чарке за лихую греблю, по 20 леньков за вялую. Молодец Васильев! Всем по чарке водки! И святой благоверный, адмирал Федор Ушаков, ежедневно принимал чарку Анисовой. И позже, при парусном флоте, а затем и при паровом, чарка была главной ежедневной радостью матроса. Не пьющим же за каждую чарку выдавали 6 копеек. Когда началась Первая мировая война, в России запретили продавать спиртное. Но во флоте выдача ежедневной чарки продолжалась. Дозу чарки округлили. Естественно, в сторону уменьшения. Потом заменили водку на вино красное, а сегодня, в походе, 50 грамм ежедневная норма. Но только у моряков-подводников. Летом 1944 года могила этого человека была вскрыта. Но не грабителями, а учеными. Приказ сделать это пришел с самого верха. Возможно, даже от верховного главнокомандующего Сталина. Одним из ученых был академик Михаил Герасимов, автор знаменитого метода восстановления человеческих лиц. Через несколько месяцев страна узнала, как на самом деле выглядел этот человек. Величайший флотоводец России. Святой благоверный воин Федор Ушаков. Смотрите во второй серии «Энциклопедия Российского флота». Энциклопедия Российского флота О Гангуте В наши дни в центре Питера есть улица Гангутская и улица Пантелеймоновская и церковь Святого Пантелеймона. Целый микрорайон, как памятник Гангутской победе 27 июля 1714 года в день Святого Пантелеймона. Из своих 53-х лет Петр 21 год воевал со Швецией за Балтийское море. Гангут – это его первая большая победа и свидетельство флотоводческого таланта. Сегодня Гангут – это полуостров Ханка, недалеко от столицы Финляндии и Хельсинки. Здесь Петр наступает на запад в направлении шведской столицы Стокгольма. Армия везет сама себя морем на веслах, то есть идет на галерах, больших грибных судах по 150 человек и больше. Они лихо лавируют мимо здешних островов и мелей. Однако в районе Гангута стоит в море мощный шведский флот. Он не пропустит русских на запад в сторону Швеции. Если же русские захотят перетащить волоком своей галеры через полуостров Гангут, то вот там, в бухте, их встретит отряд из шести шведских кораблей под командой Эрншольда. Расчет шведов хорош. Русским не пройти никак. Но? Но Петр хитрее шведов. Он не случайно пришел в эти воды на галерах. Петр увидел их первый раз у турок. Легкие, неглубоко сидящие, галеры проходили там, где большие корабли неминуемо сели бы на мель. И вот гениальное флотоводческое решение Петра. Вдоль самого берега, почти задевая за камни, русские галеры двигаются в обход полуострова. На глазах у шведов рукой подать. Но большие шведские корабли не могут подойти ближе и начать бой. Для них просто мелко. Кроме того, полный штиль. Парусные суда беспомощны. А галеры идут на веслах. На глазах у врага они огибают Гангут с юга и... В художественном фильме Петр Первый не говорится конкретно про гангутское сражение, но события на экране на него похожи. После тяжелой артиллерийской перестрелки русские действительно берут шведа на абордаж. Гравюра тех лет вместо фотографии. Русские галеры, как пчелы, облепили шведский корабль «Элефант». Гравюре вторит и блестящий русский художник Боголюбов. Шведы, хоть и потеряли убитыми, почти 600 человек продолжают яростно сражаться. Ни один корабль не спускает флаг. Но у русских четырехкратный перевес в силах. Вестись в пороховую камеру по команде «Взорви корабль!» Вперед! Нарвать корабль! Наконец, получивший семь ранений, Шаудбейнахт, то есть контр-адмирал Эреншильд, вынужден сдаться. Захвачены все шесть шведских кораблей. Помимо прочих талантов, Петр был большой пиарщик, понимал значение пропаганды и связей с общественностью. Лично делал сценарии некоторых церемоний, даже церемонии государственных похорон, то есть своих собственных. И он же Петр утвердил сценарий празднования Гангутской победы. Через два месяца после сражения шведский корабль «Элефант» ввели в Неву в окружении русских галер. Вот в каком порядке все происходило. Показуха в лучшем смысле слова. Гравюра. Торжественный ввод в Санкт-Петербург, взятый шведской эскадры с их командиром Шаудбейнахтом Эреншильдом в девятый день сентября. А. Наш из Камповеи. Б. Взятые шведские шхерботы. Взятый шведской фрегат, на котором был Шаудбейнахт. Шнява русская в знак триумфа украшенная. Триумфальные врата. Пушки. Знамена. Пленные офицеры. Шаудбейнахт шведский Эреншильд. Ничего не забыл. Петру важно показать народу, что он не зря тратит силы, людей и деньги на флот. Народ, конечно, согласен. А сам царь за победу получает звание вице-адмирала. Вполне заслуженно. Ой, с трепухой. СМЕХ СМЕХ Если шведский корабль возьмет, то ему он и отдан будет. Кроме полоненных людей. А ежели он и взят будет в Адмиралтейство, то будет заплачено посему. Устав Морский, Петра Веник. Энциклопедия российского флота. Оба адмирали Кузнецове. Для этого человека Сталин специально придумал звание адмирал флота Советского Союза. Им восхищался Уинстон Черчилль. А при Хрущеве его имя было под запретом. Николай Кузнецов – величайшая и самая парадоксальная фигура российского флота 20 века. В 15 лет Коле Кузнецов, деревенский мальчишка, приписывает себе два года и идет матросом в Красный флот. Потом училище Фронза и военно-морская академия. Из характеристики слушателя Кузнецова. Решителен, выдержан, говорит толково, был перегиб, изучал два языка. К счастью, фраза про перегиб, которая могла в то время стоить карьеры или жизни, ему не вредит. В 31 год Кузнецов – самый молодой в мире капитан первого ранга. Командует крейсером Черноморского флота «Червона Украина». Крейсер признан лучшим кораблем на всех флотах Советского Союза. Товарищ Сталин прибывает на борт и фотографируется вместе с матросами. Кузнецов даже не предполагает, к чему это приведет. В 34 года его назначают командующим Тихоокеанским флотом. Торьера у него наполеоновская тоже. Если Бонапарт из капитанов артиллерии, дивизионным генералом, то и Кузнецов, по сути дела, из капитанов первого ранга сразу принял Тихоокеанский флот. Проходит еще год, и Кузнецов становится во главе специально созданного наркомата военно-морского флота. 35-летний нарком знает, что два предыдущих главкома расстреляны, но его судьба бережет. Под руководством товарища Сталина создается и будет создан могучий военно-морской флот. Словно зная, когда начнется война, Кузнецов начал отрабатывать на флотах трехступенчатую систему боеготовности, в том числе готовности к отражению авианалетов. И это очень поможет в первые страшные дни войны. Опережая все приказы и поэтому страшно рискуя, за два дня до начала войны Кузнецов дает приказ готовность номер два. А 22 июня, за четыре часа до вторжения, готовность номер один. Когда немецкие самолеты обрушатся на советскую территорию, уничтожая аэродромы и склады, флот, благодаря приказам наркома, не потеряет ни одного корабля. Я считаю, что вот очень важная заслуга именно отца в том, что он продумал эту ситуацию. Он как военный человек, он понимал, что для него самое главное это быть готовым к войне. Вообще он всегда говорил, и даже после войны уже, он говорил, что внезапность это не для военного человека. Для военного человека не должно быть внезапности. То есть он живет для того, чтобы завтра, там, если завтра начнется война, он должен быть к этому готовым. В первые дни войны немцы стремительно наступают. В Кремле почти паника. Что делает адмирал Кузнецов? Он предлагает Сталину дерзкую, фантастическую операцию – бомбить Берлин. В дни, когда советская армия отступала по всему фронту, на остров Эзель в Балтийском море были переброшены самолеты дальней бомбардировочной авиации. Отсюда, с Эзеля, они могли долететь до Берлина и долетели. 8 августа 1941 года. На 45-й день войны русские самолеты первый раз бомбят столицу Рейха. Десять раз они будут вылетать на Берлин, сея панику. Идею этой уникальной операции много лет приписывали Сталину, а на самом деле ее автором был все тот же Кузнецов. Он пробудет во главе флота всю войну с первого до последнего дня. И в июне 45-го на Параде Победы будет стоять на мавзолее среди высших военачальников, единственный адмирал флота Советского Союза. Ему всего 41, но... Сталин уничтожил сотни талантливых военных и по некоторым данным точил зуб на Кузнецова, но пожалел. Он неожиданно разжаловал любимцев контр-адмиралы и сослал на Дальний Восток. А потом простил и вернул в Главкова. В 1953 году Кузнецов снова стоит на Красной площади. Теперь уже на похоронах Сталина. Адмирал не догадывается, что с новыми хозяевами партии ему придется гораздо сложнее. Хрущев не любит главкома флота. Он отвергает кузнецовскую программу строительства новых кораблей и отправляет недостроенные крейсера в металлолом. Кузнецов, в свою очередь, открыто обвиняет Хрущева в некомпетентности и этим подписывает себе приговор. Указ за крупные недостатки по руководству флотами и как не соответствующего по своим деловым качествам званию адмирала флота Советского Союза бывшего главкома ВМФ Кузнецова снизить до звания вице-адмирала. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов. Приказ министра обороны вице-адмирала Кузнецова уволить в отставку с правом ношения военной формы. Министр обороны Жуков. В 51 год возраст для флотоводца юношеский. Разжалованный адмирал выброшен на берег. Он будет жить как под домашним арестом. Друзья почти все отвернутся от него. Я даже сейчас себе представить не могу что человека можно так унижать. Ну я говорю вот участника войны не приглашать. Причем не просто участника войны который где-то там был на фронте а человек который руководил военно-морским флотом всю войну все годы войны от первого до последнего дня и еще там с хвостиком. Его не приглашали на собрание посвящено ветеранов Великой Отечественной войны. Только через много лет в 72-м году о Кузнецове вспомнили для того чтобы снять в документальном фильме все-таки главком флота все-таки главком флота в годы войны. На тщательно срежиссированных кадрах милый быт на адмиральской даче в Барвихе. По команде оператора жена наливает чай, сыновья и сам хозяин дома в галстуках. О зигзагах адмиральской судьбы в фильме конечно не говорилось. Николай Кузнецов умрет в 1974 году от третьего инфаркта. На могильном памятнике напишут только Николай Герасимович Кузнецов. И лишь через 14 лет в перестройку на надгробии появится его настоящее звание адмирал флота Советского Союза. Ни одной победе флота не посвящались только памятников. Церкви, дворцы, обелиски и зал царской резиденции. На медали в честь этой победы выбито одно слово «Был». Потери русского флота 11 человек. Потери неприятельского 11 тысяч. Первый в истории изо-репортаж о сражении. Шесть полотен написанных художником по горячим следам. Чесменское сражение. Смотрите во второй серии энциклопедии российского флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова